Часто русские мигранты, кто приезжает в США, выбирают для своего приезда такие популярные штаты, как Калифорния, Техас, Флорида, Нью-Йорк. Сегодня у меня в гостях Светлана, которая выбрала штат Северная Каролина, и мы узнаем, почему Северная Каролина, и что здесь такого особенно. Мне, честно, очень понравилось, я здесь нахожусь всего лишь два дня, но они впечатлили, и сегодня я вам покажу и расскажу с Светланой, почему стоит приехать в Северную Каролину, а может быть не стоит. Всем привет, меня зовут Света Хоснединова, я в прошлом корпоративный HR-бизнес-партнер, жила в Москве, и два с половиной года назад мы с семьей переехали в Америку, в штат Северная Каролина. Почему вы выбрали штат Северная Каролина, а не какой-то из более популярных, куда часто приезжают мигранты? Здесь, наверное, стоит начать с предыстории о том, что я до переезда в Америку никогда не была в Северной Штатах, это больше была инициатива моего мужа, и при выборе места жизни здесь у меня не было никаких стереотипов, ожиданий или мечт. И у нас была договоренность, что мы переедем именно в Северную Каролину, недалеко от кампуса Duke University, в котором мы сегодня находимся, потому что мой муж здесь получал MBA больше 10 лет назад, и это было единственное место в Америке, где он жил. Решили начать мы с этого места и в течение первого года изучить разные штаты и принять для себя решение, куда мы можем переехать. В результате исследования Соединенных Штатов мы все-таки приняли решение, что для нас на текущий период времени для нашей семьи самое подходящее место для жизни — это именно Северная Каролина. Что такого из Северной Каролины, ничего нету в других штатах и почему именно здесь оставались? Это сложный вопрос. Мы для своей семьи выделили ряд пунктов, по которым мы проводили исследования и в итоге приняли решение. И, наверное, стоит остановиться чуть поподробнее на каждом из них. Поскольку мы семья предпринимателей, для нас было очень важно не уезжать в совершенно какие-то отдаленные штаты, но при этом и не слишком много тратить денег на обеспечение своих каких-то бытовых нужд. Поэтому, наверное, первый наш важный фактор, на который мы обращали внимание, это был так называемый cost of living. То есть это уровень затрат, который составляет базовые потребности. Сколько, кстати, у вас выходят продукты здесь в месяц? Потому что кто-то говорит, что это порядка 10% у людей получается в других штатах. Сколько вы тратите на продукты? Про проценты, наверное, сложно сказать. Все, наверное, едят по-разному. Ну, я, наверное, могу сказать, что порядка 2-2,5 тысяч долларов мы тратим на еду. В целом, наверное, я бы не сказала, что сильно я заметила какую-то разницу стоимости продуктов от штата к штату. Да, отличаются налоги, но в целом это не драматическая разница. Что сильно отличается по уровню затрат в Соединенных Штатах, это в первую очередь аренда жилья. И здесь Северная Каролина очень сильно выигрывает. Для сравнения цен, которые мы именно анализировали, с Нью-Йорком, с Калифорнией или Флоридой, уровень стоимости жилья в Северной Каролине примерно в 2, а то и в 3 раза ниже. Например, аренда дома, в котором живем мы, это 4 спальни, 2 500-2 700 тысяч долларов можно найти. А такого же уровня дома и площади в Нью-Йорке или в Калифорнии это 7 плюс тысяч долларов. Я живу в студии в Лос-Анджелесе, в Голливуде. У нас в студии выходит вместе с Белами 2 400. Ребята снимают целый дом за эту сумму, еще он трехэтажный. Вот сейчас, пока мы говорим, будете видеть видео, как вообще выглядит их дом. И он, честно говоря, впечатляет, хочется там жить. Но единственный момент, мне показалось, что если я выжил в Северной Каролине, мне было бы безумно скучно, потому что вокруг тебя только красивые здания, красивые газоны, все ухожено, гольф-поля. И нет абсолютно людей рядом с тем местом, где ты живешь. Но я так рассуждаю, потому что я человек, приехавший из большого города, и для меня важно, что вокруг меня была какая-то такая оттусовка, движуха. Вот как ты с ней справлялась в первое время, когда вы сюда переехали? Ты тоже из Москвы, и тоже, наверное, тебе хотелось какого-то движухи. Для меня тоже это была достаточно большая проблема после переезда из Москвы. И как раз один из критериев при выборе места жизни, это было в том числе не уехать прям совсем в какую-то деревенскую американскую глушь. И в итоге вы здесь и живете. Нет, все познается в сравнении. Не могу сказать, что я прям сильно мечтала жить именно в Нью-Йорке, уже в том возрасте, в котором я нахожусь, и с маленьким ребенком. Если бы я была студенткой, или если мы были без ребенка парой с моим мужем, то, конечно же, я бы очень хотела в Нью-Йорк. Но все-таки, так как приоритеты жизни уже поменялись, теперь у нас есть ребенок, это тоже нужно учитывать. И качество образования, уровень безопасности, условия для, не знаю, каких-то других развивашек и всего остального, и логистика до этих мест стало для нас иметь большое значение. Поэтому, к сожалению, из-за этого мечтать о жизни на Манхэттене не приходится. И Северная Каролина как раз оказалась для нас таким хорошим, оптимальным вариантом, где при правильном, так скажем, при доступном уровне затрат на все те хотелки, на тот уровень жизни, который нам нужен, мы можем позволить все необходимое. И качественное образование для ребенка, и высокий уровень безопасности, и хороший климат, что очень важно, и логистическую доступность для того, чтобы все это дело организовать. Но, конечно же, мне, как человеку из Москвы, который привык вкусно кушать, красиво куда-то ходить, посещать большое количество мероприятий, концертов, всего остального, этого здесь не хватает. Но в 10-минутной, буквально, отдаленности от нашего дома находится аэропорт, от которого можно долететь как до любого другого штата, так и международные рейсы до Европы есть прямые. И, соответственно, на концерты мы просто ездим в соседние штаты. Последние это были Зимфира во Флориде, в Майами, это была Леди Гага в Ди Си, это была... кто же это был еще? Пинг и так далее. Ну, соответственно, в соседние города мы можем ездить для того, чтобы посещать какие-то крупные мероприятия. Это правда, это сложно. Если сравнивать уровень безопасности, я помню, что когда ты приехала из Москвы сюда, ты сказала такую фразу, что в Москве чувствовала себя более безопасно из-за большого количества правоохранительных органов, которые есть в России, что здесь менее безопасно в соотношении, если сравнивать, ну, с той же Москвой. Я не помню прям такого тезиса, если честно. Наверное, ощущение, на котором я себя поймала, когда в целом приехала сюда, в Северную Каролину, это как раз наоборот, что я себя чувствую очень безопасно здесь. Я не могу объяснить, как именно сформировалось это ощущение, наверное, с точки зрения какого-то общего взаимодействия людьми вокруг, которые, если я забыла телефон в кафе, то мне его приносили, прибегали официанты. Если, не знаю, что-то мы с ребенком потеряли на детской площадке, на следующий день нам это возвращали. Я видела, что люди не закрывают свои машины, не закрывают свои дома. И сейчас мы тоже уже на той стадии, что мы забываем закрывать входную дверь в наш дом или даже, наоборот, использоваться как преимущество, что вот этот из друзей может прийти к нам домой раньше, пока мы где-то в пути. Поэтому здесь я себя чувствую гораздо безопаснее, чем в охраняемом здании в Москве, где была охрана на входе, было видеонаблюдение и так далее. Я вчера заметил на детской площадке, что здесь очень большое количество детей и вообще семей с детьми. В Каролине это прям очень чувствуется по сравнению с той же Калифорнией. Думаю, что здесь стоит учитывать в целом именно районы, потому что вы живете в очень молодежном районе, где действительно, наверное, это не самое идеальное место для жизни с детьми. И в Калифорнии есть очень много районов и городочков, идеально созданных для семейной жизни. Мы как раз, да, сейчас находимся в той части Северной Каролины, где и много офисов, и при этом очень много людей с детьми. Поэтому, да, здесь очень много можно встретить семей с детьми. Кроме того, в Северной Каролине, если мы говорим про американцев, это считается Южный Штат, очень исторический, традиционный такой семейный уклад, когда в семье не по одному, а по несколько детей. Поэтому, да, детей на детских площадках можно встретить достаточно много. Так, начинается дождик, пойдем зайдем куда-нибудь на кампусе, где его нету. Ты предлагал в столовую сходить? Да, давай как раз покажу тебе студенческую столовую Дюк-Университета, расскажем, чем и как питаются студенты в Дюк-Университете. Ну, молятся они, я хочу вам сказать, уже очень хорошо. Я такого готического храма давно не видел. Не знаю, наверное, последний раз, когда видел такой красоты храм, это сгоревший Ноттердам, и этот помасштабнее даже, чем будет Ноттердам, по крайней мере, внутри. Сколько стоит учиться в этом прекрасном университете, в этом кампусе? Магистратура в Дюк-Университете порядка, по-моему, 45 или 50 тысяч долларов, но эту информацию стоит уточнить. Я помню две цифры, почему-то 45 и 70, надо проверить. Давай просто это проверим. Мы тут погуглили сейчас GPT, по GPT-шили и выяснили, что стоимость образования здесь составляет 86 тысяч, 20 из которых уходит на проживание и питание, и 66 на саму учебу. Это цена за год, насколько я понимаю. Да, это цена за год, и это, насколько я понимаю, за магистратуру, потому что бакалавриат, хотя надо посмотреть, проверь, бакалавриат это или магистратура, MBA по-любому дороже, там порядка 250 тысяч будет стоить, я думаю, ну и PHD, PHD, PHD бесплатно, если тебя только возьму, тебе будут платить за то, что ты будешь делать здесь свой ресерч. А ничего, что мы здесь по газону ходим? Нет, ничего, поверь мне, сейчас, кстати, кампус совершенно пустой, поскольку учебный год уже закончился, и студенты разъехались, обычно на этом кампусе бегает много белок, много студентов, еще они в конце учебного года ставят здесь надувные бассейны и устраивают тут просто какие-то безумства, веселья, обливаются водой, музыка играет, они играют во множество всевозможных игр, в общем, студенческая жизнь здесь кипит, как из классических американских фильмов. Сколько лет здесь учатся? Пять лет здесь ползутся? Так же учатся, как и в России? Смотря какая программа, есть магистратура, есть бакалавриат, есть MBA, есть PHD, на каждую программу свой период обучения и своя стоимость, конечно же. Но учиться в таких университетах, это, наверное, помимо престижа, это все-таки связи, которые ты приобретаешь в процессе обучения? Да, это в первую очередь доступ к самым передовым знаниям, потому что качество университета, это еще и качество преподавателей, профессоров, которые здесь работают, это доступ к обучающим материалам. И да, конечно же, это нетворк как с твоими однокурсниками, так и, собственно, со студентами, точнее профессорами, с которыми ты вместе учишься, которые тебя обучают, или с которыми ты делаешь какую-то исследовательскую работу. Мы находимся в столовой, пойдем посмотрим, чем здесь кормят. Ну, выглядит потрясно. Да, здесь на фудкорте представлены кухни разных стран мира, поскольку очень много интернешнл студентов в университете, то и еда, которая предоставляется на кампусе, она тоже из разных уголочков. То есть это может быть что-то итальянское, что-то арабское, что-то индийское, классическое, и арабское. Да, вот здесь, например, пиццу готовят. Да, и качество еды действительно достаточно хорошее. Если затронуть такую больную тему, как, в принципе, еду в Америке, то здесь, на кампусе, есть чему порадоваться, и качество еды приятно радует. В каких штатах ты успела побывать за 2,5 года жизни в США? За 2,5 года, наверное, это около 20. Я точно помню, что в первый год мы посетили 17 штатов, когда как раз принимали решение о том, в каком штате мы хотим жить. И важный, наверное, фактор, который стоит отметить, мы хотели жить в теплом штате после Москвы. Нам хотелось много солнца и тепла, и поэтому какие-то хородные штаты и города, например, Чикаго из нашего списка сразу... Поэтому вы выбрали Северную Каролину. Есть Северная Каролина, есть Южная Каролина, просто Южная Каролина, она чуть потеплее и пожарче, более туристическая, и не так там развит бизнес, поэтому Северная Каролина. Здесь тоже есть теплый океан, в котором можно купаться. Здесь есть все 4 сезона, при этом очень мягкая и теплая зима. То есть зимой здесь снег в прошлый раз был 3 года назад, который растаял через 2 дня, и самая холодная температура, которая была этой зимой, это было минус 4 какой-то из ночей, и 1 января было плюс 29. Кто из знаменитых и именитых здесь учился? Я знаю, что здесь учился Тим Кук. Да, Тим Кук учился. Насколько я помню, училась дочка Билла Гейтса. Безусловно, здесь учились одни из самых крутых баскетболистов, поскольку баскетбольная команда Duke University, Blue Devils выигрывала множество соревнований. Какие-то актеры еще учились? Я точно не помню их имена. 37-й президент. Nixon. А, да, ну это было очень давно. Это было очень давно, да. Ну, меня впечатляет, что здесь учился Тим Кук, потому что, мне кажется, Тима Кук, а Тим Эппл знает абсолютно все. Ну, еще в целом, чем славится Duke University, он входит в топ-10 самых классных топовых университетов. При этом здесь одна из сильнейших медицинских школ, также юридическая школа сильная и техническая. И более того, что касается крипты и веб-3, то здесь как раз был самый первый курс по веб-3 разработан и читался профессором Кэмом Харви, с которым он как раз и работает. Чего тебе не хватает в США после двух с половиной лет жизни здесь? Доступности сервисов, качественного обслуживания, как начиная с уровня ресторанов, заканчивая банковскими сервисами или какими-то IT-решениями, когда 24 часа на 7 можно получить доставку в дом из ближайшей кофейни. Здесь, к сожалению, тебе придется ехать в ближайшую кофейну только на машине или на велосипеде минут 10-15, и качество этого кофе будет так себе. Ну, не знаю, чисто проблема для девочек, очень дорогой некачественный маникюр, какие-то косметические услуги и так далее. Ну, и в целом, наверное, какая-то эстетическая составляющая. Мы, как люди из какого-то постсоветского пространства, очень ценим красоту, как внешнюю, так и какую-то культурную. Достопримечательности культурной в Америке, как известно, не так много, потому что страна достаточно молодая. Это не Европа, я не знаю, не Италия, не Франция и так далее. И поэтому вот по таким местам, да, скучаешь. По вкусной еде я скучаю, по итальянской еде я скучаю, по какой-то вкусной выпечке, ну, по родным, конечно. Что здесь лучше? Ну, безусловно, бизнес-среда здесь лучше. То есть здесь очень много инвестиций, здесь очень много потребителей, естественно, возможностей именно бизнесовой для развития своей компании, своих идей, если ты занимаешься предпринимательством, их здесь гораздо больше. Мы с мужем предприниматели, и это еще один важный фактор, который мы брали во внимание при выборе штата, при переезде в Америку. Это среду благоприятную для развития бизнеса. И Северная Каролина также отвечала нашим потребностям, поскольку мы сейчас находимся в середине так называемой RTP-эрии, это Research Triangle Area, который находится между тремя городами и между тремя университетами. Это Duke University, это Chapel Hill, это UNC University, и это NC State University. Три города. Рали, Дюрам и Chapel Hill. Как раз эта зона территориально образует треугольник, и мы находимся в самом сердце. И в самом сердце этой зоны находится Research Triangle Area, это большое количество комплексов, офисов и исследовательских центров, исторические, которые занимались исследованиями в фарме и в IT-технологиях. Также эту Эрию называют как молодой и будущей силиконовой долиной, поэтому сейчас здесь и уже находятся 350 компаний, списка 500 самых крупных международных компаний, и количество этих офисов будет только расти. Здесь открывается и Apple, и Amazon, и большое количество IT-компаний, в том числе в игровой индустрии, и фармацевтических компаний здесь тоже очень много. Практически все штаб-квартиры компании клинических исследований находятся в Северной Каролине. Как тебе вид на общаге университета? Хотел бы... Это общага? Да, это общаги. То есть здесь кто-то живёт? Да, но сейчас не живёт то, что учебный год уже закончился, но вообще это окна общаги, да. Ребята, а какая у вас общага? Напишите в комментариях, какая у вас общага. Если честно, завидую, что я не учился здесь. Ещё из интересных и, может быть, каких-то смешных фактов про Duke University, баскетбольную команду, есть супер популярный, знаменитый тренер к баскетболу, Майк Крыжежевский, так называемый Коуч Кей, который тренировал не только команду Duke University, но ещё и олимпийскую баскетбольную команду. И если вы помните, был такой фильм, и есть такой фильм русский, который называется «Вверх», который рассказывает историю того, как сборная СССР участвовала в финале со сборной Америки по баскетболу, и как раз Майк Крыжевский в то время был тренером сборной Соединённых Штатов, а он постоянным был тренером баскетбольной команды Duke University. И у него есть очень классная книжка про лидерство, в которой раскрывается главная идея его успешного формирования команды, о том, что не стоит брать в команду всех лидеров, а стоит брать высокозамотивированных потенциальных людей, которые будут круто играть не как индивидуальные игроки, а именно смогут сплотиться как одна команда. Как обстоят дела с медицинским обслуживанием в Северной Каролине? Сколько это стоит? Тем более, что я знаю, у тебя есть специфическое заболевание, и твой препарат стоит 6 тысяч долларов, и тебе нужно на каждый месяц. Вот как с этим обстоят дела здесь? С точки зрения качества медицинского обслуживания в целом по Америке, Северная Каролина входит там тоже в топ, поскольку здесь очень много именно современных клиник, в том числе и Duke University вложил в это большой вклад. UNC тоже, поскольку одна из сильнейших медицинских школ находится именно в Duke University, и система здравоохранения здесь работает достаточно хорошо. Но если мы посмотрим на эту сферу глазами иммигранта, то Северная Каролина не самая приветливая, что ли, часть Америки, поскольку доступность какого-то бесплатного медицинского страхования, программы, которые есть, например, в Нью-Йорке, либо в Калифорнии, они здесь либо вообще не представлены, либо представлены более в урезанной форме. Поэтому бесплатного прям такого страхования, как только ты вчера приехал в Америку, в Северной Каролине получить не так просто, как в Калифорнии, в Нью-Йорке. Но в целом, если ты покупаешь страховку в Северной Каролине, она стоит, возможно, дороже, чем в Калифорнии или Нью-Йорке, точно не знаю. Но таких проблем, которые я слышу часто, что запись к врачам нужно ждать по полгода, что к специалистам не попасть, или что какое-то качество обслуживания очень низкое, или оборудование, которое используют, оно вторевшее, как, например, в Нью-Йорке, очень старые здания, именно сами старые клиники, какие-то очень старые ржавые, я не знаю, там, оборудование. Здесь такого нет, здесь все самое современное, прогрессивное, очень новое здание и очень большое количество высококвалифицированного персонала, который выпускается из Дюка, либо из UNC, проходят здесь либо свою стажировку, либо первые года практики. Поэтому мой опыт говорит о том, что я получаю качественное медицинское обслуживание, есть всевозможные программы поддержки, в частности, я получаю свои медикаменты бесплатно. Да, это было непросто сделать, нужно было поресечить, постучаться в несколько дверей, пообщаться со страховыми компаниями, пообщаться с фармкомпанией для того, чтобы попасть в эту программу, в рамках которой я получаю бесплатно препараты ежемесячно стоимостью 6-7 тысяч долларов. Но, тем не менее, это возможно. И более того, здесь, я не знаю, как в других штатах, наверное, это есть везде, но не каждый раз мне нужно ходить к врачу и записываться на через 3 месяца, или там, ждать 3 месяца приема. Я могу в чатике задать любой вопрос своему врачу, он мне в течение нескольких дней ответит на мой вопрос в чатике и выпишет любой необходимый рецепт. И, соответственно, я его спокойно получу либо с доставкой домой, либо в ближайшие аптеки. Ну, то есть, мой, наверное, совет всем иммигрантам слушать какие-то советы, опять-таки, блогеров, русскоговорящих, пугаться, но все-таки проверять информацию самостоятельно и пытаться найти какие-то пути. Они всегда есть. Да, мы пришли. Мы сейчас пойдем смотреть Кэддион, Кэддион, Кэмерон, Кэмерон, Кэмерон Стэддион, где проходят все самые главные баскетбольные игры Дюк Университета. Добро пожаловать. А вот и Майк Ржевский. Два года назад Майк Ржевский закончил свою карьеру в Дюк Университете. Главный баскетбольный тренер. А вот, смотри, это награда за тысячную победу баскетбольной команды. И даже Минаеву Букову. Ты упомянула, что сюда очень много сейчас переезжает американцев. Да, это тоже был один из таких важных факторов для нас. Если посмотреть на аналитику миграции самих американцев внутри Америки, на первом месте Техас. Это место притяжения, потому что там открылось огромное количество, да, IT-хабов и айтишники из долины переезжают туда. Ралли и RTPR это номер два среди всех 50 штатов. И в том числе за счет развития инвестиций на государственном уровне в эту территорию. И в том числе за счет открытия большого количества офисов. И кроме того, во время ковида в Северной Каролине не было таких жестких ограничений, как, например, были в Калифорнии или в Нью-Йорке. И поэтому многие люди переехали сюда. Здесь можно было спокойно передвигаться, гулять, а не сидеть только в заперти. И немаловажную роль в этом играет политика. Как известно, политическая система Соединенных Штатов состоит из двух партий. Это демократическая и республиканская. И есть перекосы либо в сильно демократические штаты, как, например, Калифорния, либо сильные перекосы в республиканские штаты, где все очень традиционно и не так привлекательно для бизнеса. Северная Каролина – это что-то посередине. И этот штат называют фиолетовым штатом, где постоянно происходит борьба между двумя партиями 51-49, либо в ту, либо в другую сторону. И что это дает нам, как людям, которые здесь просто живут, это отсутствие бездомных, это достаточно серьезные инвестиции в полицию, образование, медицину. И при этом это достаточно мягкое законодательство относительно бизнеса, относительно низкие налоги. И, например, какая-то нейтральная позиция относительно ЛГБТ, относительно марихуаны. То есть она, конечно, не в открытом доступе, но, тем не менее, насколько я знаю, можно заказать онлайн, но в общественных местах курить нельзя. То есть это что-то посередине. И для нас это комфортно, когда нет перегибов ни в ту, ни в другую сторону. Тут местный ЛГБТ-центр при университете. Как раз сейчас идет месяц прайда. Прикольно, что здесь при университете есть целый такой вот store с мерчом. Если вы прям сильный-сильный фанат дюка, то вы можете прийти и прикупить себе все, что хотите. С логотипом университета. 64 бакса. Ну, дороговато, дороговато, конечно. Небюджетно. Это для истинных ценителей. Даже Apple Store есть. Неудивительно, здесь Тим Кук учился. Конечно, здесь есть Apple Store. Как ты относишься как раз с блогерам, которые рассказывают про Америку? С нескольким скептицизмом. Потому что я прекрасно понимаю, что им нужны клипмейтные заголовки, какие-то интриги, расследования, я не знаю, какие-то интересные факты и так далее. Ну, в чем-то есть правда, в чем-то нет. Про Северную Каролину нет каких-то крупных блогеров, которые прям сильно много чего рассказывают. И, с одной стороны, мне обидно, что про Северную Каролину не так много знает русскоговорящих иммигрантов, и она не такая популярная. С другой стороны, мне от этого как-то лестно и приятно, что здесь очень какое-то теплое российское комьюнити, и все достаточно открыто и помогают друг другу. Кого из блогеров ты смотришь, и кто, по твоему мнению, ближе всего к истине, какая Америка на самом деле? Ну, должна признаться, что сейчас я практически никаких русскоговорящих блогеров про Америку не смотрю. В первое время, когда только переехала, безусловно, это была Марина Могилко, это была Нелли Корнифорникейшн, и это был Власов. В целом, наверное, все. И я еще смотрела маленьких, локальных, как раз и хотела найти маленьких локальных блогеров, и я нашла несколько про Северную Каролину и про другие штаты, которые рассказывают про недвижимость, про свою какую-то жизнь, про школы. Ну, то есть такие какие-то более нишевые темы, которые были для меня важны. Как ты считаешь, ты уже интегрировалась в американское общество за два с половиной года? Именно в американское общество. Не могу сказать, что я прям интегрировалась, потому что все-таки русскоговорящих друзей и комьюнити у нас больше в процентном соотношении относительно американских семей. Поэтому это еще цель не достигнута. Мы только к ней еще пока движемся. Но в целом, по ощущениям, я чувствую себя комфортно. И, наверное, каждый раз, возвращаясь к какой-то командировке или поездке из других штатов, когда мы приземляемся и слышим «Welcome back to North Carolina», я правда ощущаю, что я возвращаюсь домой. Как ты думаешь, сколько тебе еще времени понадобится для того, чтобы ты могла сказать, что да, моя интеграция произошла? Не знаю, это сложный вопрос. Я слышала разные мнения. Кто-то говорит, что достаточно 3-5 лет, а кто-то говорит, что через 20 лет он все равно не чувствует себя полностью интегрированным в это общество. Сложно сказать. Ну, какую-то себе цель ставишь, что через 5 лет я должна быть полностью интегрирована, вокруг меня должно быть такое комьюнити, я должна знать язык на таком-то уровне, моя работа должна быть такой-то, доход должен быть такой-то, и якобы могу расслабить булки, и понять, что все было не зря, и можно уже сидеть это в зоне комфорта. Я думаю, что да, у нас эта цель есть такая с мужем, что порог, наверное, там 3-х лет, для того, чтобы мы прям чувствовали себя спокойнее, стабильнее с точки зрения дохода и общения. Расскажи немного про ваш проект с мужем, чем вы занимаетесь, может кто-то из подписчиков посмотрит и поймет, что вы друг другу можете помочь, у вас случится коллаборация. Мы строим свой VC-фонд. Мой муж достаточно давно уже находится в криптоиндустрии, поскольку он выпускник MBA-программы Duke University, он предприниматель и начинал с блокчейн-среды, потом сделал такой небольшой шифт именно в криптоиндустрию. И чем мы занимаемся сейчас? Мы, собственно, занимаемся сведением фондов и стартапов и консультированием стартапов как по привлечению денег, так и по их развитию на территории Соединенных Штатов и других стран. Какие планы на жизнь в США? Завершить интеграцию. А через 5 лет? Ну нет, конечно же, мы хотим это сделать быстрее. Да, завершить интеграцию, почувствовать действительно себя полностью в контексте и политическом, и бизнесовом, и культурном, для того, чтобы, да, наслаждаться уже жизнью, меньше смотреть, не знаю, там в Google и искать какие-то ответы на вопросы, что значит это, что значит то, завести больше друзей, и да, чувствовать себя здесь, как дома, как в своей тарелке, во всех сферах жизни. Планируете ли когда-либо вернуться обратно в Россию, в Москву? Мы прямо не ставим себе такую цель вернуться в Россию или в Москву. Скорее у нас больше идет риторика в формате, если в какой-то момент времени мы поймем, что нам хочется чего-то нового, мы хотим двигаться дальше. Планета большая, странно, интересных очень много, бизнес-опотюнити в разных регионах тоже много, и на земном шамере, где есть не только Москва, и Северная Каролина, либо Нью-Йорк, а есть множество интересных мест для жизни. Поэтому, возможно, это будет снова Москва, возможно, это будет Сингапур, возможно, это будет что-то европейское, либо Латинская Америка. Поживем, увидим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok